В Казахстане внедрён комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы. Главная цель – это обеспечить дальнейшее развитие онкологической помощи в республике. Совершенствование онкологической помощи является актуальной задачей. Ежегодно диагноз злокачественного новообразования подтверждается почти у 40 тысяч казахстанцев. Только в Восточно-Казахстанской области врачи выявляют 2500 злокачественных новообразований. Комплексный план имеет пять основных направлений. Для нас, для всех онкологов и не только онкологов, для всех жителей очень знаменательное событие – это принятие нового комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, который рассчитан на 2023-2027 годы. Данный план подразумевает модернизацию оказания онкологической помощи на сегодняшний день в республике Казахстан. Он имеет пять разделов. И именно такие разделы, как профилактика и ранняя диагностика – это усовершенствование специализированного лечения, развитие палеотивной помощи и реабилитации, и повышение кадрового потенциала. По первому направлению комплексного плана профилактикой и управления факторами риска активно будет проводиться информационно-разъяснительная работа среди населения по онконастороженности и необходимости прохождения скрининга для выявления рака на ранних стадиях и своевременного начала лечения. Если появились симптомы, то нужно бежать. То есть уже ни о чем не думать. Пройдет, рассосется. Это не со мной. То есть это однозначно. Если уже появился какой-то симптом – это уплотнение, либо выделение соска. То есть первым делом женщина должна идти к специалисту. То есть не тянуть. Если появились симптомы. Если симптомов нет, дорогие женщины, проходите скрининг. Он для этого и придуман. То есть чтобы выявить бессимптомные формы рака молочной железы. Любая женщина 40 до 70 лет, один раз в два года по золотому стандарту должна пройти маммографию. И вот это вот даст уже выявление либо предраковых заболеваний, либо рака на ранних стадиях, когда вообще нет симптомов. И тогда провести лечение нам не состоит от никакого труда. То есть ни для нас, ни для женщины. Чем раньше выявили рак, тем пролечили его неинвазивными методами. И оставили женщину здоровую. И с результатом, наверное, 99%. То есть можно излечить, если нет никаких симптомов. Согласно внедрению комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями будет внедрен новый вид скрининга. В рамках данного комплексного плана, именно от раздела профилактики, ранней диагностики, будут расширены виды скрининговых программ, которые будут использоваться для онкопациентов. Если сегодня у нас существует три скрининга. Это рак шейки матки, колоректальный рак и рак молочной железы, то с внедрением данной программы у нас этот список будет расширен. Будут проводиться такие скрининги, как низкодозная компьютерная томография легких для выявления рака легких. Затем это виртуальная колоноскопия. С помощью компьютерного томографа можно будет определить изменения толстого кишечника без инвазии в данный орган. Также будет проводиться профилактика рака шейки матки путем вакцинации девочек 11 лет, вакцины против папиломы человека. То есть данный спектр мероприятий позволит еще лучше организовать работу именно по профилактике, по ранней диагностике. Если говорить по вопросам ранней диагностики, то в нашей области в рамках комплексного плана планируется оснащение организации первичной медико-санитарной помощи передвижными маммографами, рентген-аппаратами. Также будут приобретены колоноскопы для проведения скрининга колоректального рака. Одно из направлений комплексного плана – это высокоэффективная ранняя диагностика онкологических заболеваний. Ведь именно от своевременного выявления этого опасного заболевания зависит успех его лечения. Если говорить о нашем центре онкологии и хирургии, то диагностический спектр очень широкий. Сегодня в нашем арсенале имеются оборудования, такие как компьютерный томограф 128 срезов, магниторезонансный томограф 3 Тесла. То есть у нас целый ряд аппаратов для проведения эндоскопической диагностики. У нас развита лабораторная диагностика. То есть централизованная лаборатория у нас проводит не только клинико-диагностические исследования, но и проводят исследования опухолей на выявление гистотипа, также на чувствительность его к различным таргентным препаратам. То есть на сегодняшний день диагностика, она представлена во всех ее проявлениях. В Восточно-Казахстанской области была успешно внедрена система ПАКС. Это уникальный цифровой механизм для архивации диагностических изображений. Теперь все снимки, сделанные в медицинских учреждениях области, поступают в единую базу данных. Система цифровизации снимков работает больше года. И врачи уже отметили немало плюсов от ее внедрения. Все ее преимущества заключаются в том, что, во-первых, эта система обладает функцией искусственного интеллекта. Очень высокое качество снимков и скорость передачи информации очень высокая. У нас решились вопросы и проблемы по дефициту кадров врачей-риндинологов. Скорость выдачи результатов у нас увеличилась с 7 до 1 дня. То есть очень сейчас преимущество в том, что наши специалисты с регионов, с областей нам не возят маммографические пленки. А в один клик специалист уже видит и получает информацию изображения в ПАКС-системе на рабочей станции. И как преимущество, и что мы видим на данный момент, то, что у нас увеличились показатели ранней диагностики рака молочной железы. Это очень важно. Также увеличились показатели выявляемости предраковых заболеваний молочной железы. Кроме этого, на нашей базе создан пульмонологический совет в составе мультидисциплинарной группы, в которую входят такие специалисты, как онколог, рентгенолог, аптезиатор, пульмонолог, которые дистанционно обсуждают и заключение лучевого изображения, и клинические случаи. То есть пациенту нет необходимости уже тратить время на консультации и ехать куда-то за 500 километров, предположим, если это пациент живет в отдаленном районе. Сегодня мы консультируем здесь, в условиях нашего онкоцентра, дистанционно. И таким образом маршрутизация пациента с подозрением на злокачественное образование, конечно же, сроки сокращаются, и мы реализовываем зеленый коридор данной категории пациентов. Большое внимание в рамках комплексного плана будет удивлено развитию специализированного лечения. Время не стоит на месте, и сейчас врачи применяют передовые методики для лечения онкологических больных. Например, сейчас в Восточно-Казахстанской области врачи применяют новые методы лечения рака. Которые несколько лет назад не были доступны в нашем регионе. По совершенствованию дальнейшему специализированного лечения, то действительно в нашем центре мы оказываем все виды лечения для онкологических пациентов. И химиотерапия, и лучевая терапия, и хирургия. И как вы убедились, что сегодня развитие хирургии у нас вышло совершенно на другой уровень. Если говорить о хирургии, то у нас развиты такие направления, как онкогинекология, онкоурология, луронкология, абдоминальная, таракальная. То есть мы не так давно тоже начали применять интервенционную хирургию. То есть мы не стоим на месте, развиваемся. В Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии сейчас применяется реконструктивная пластическая хирургия после удаления молочной железы из-за злокачественного образования. Последняя специализация была в апреле этого года. Мы с коллегой съездили в город Казань, Российская Федерация. У Артура Исмогилова прошли курс по реконструктивно-пластической хирургии и эстетической хирургии. У них есть разработан свой патент. Они формируют молочную железу со всеми ее анатомическими структурами. И в этом году мы уже внедрили данную операцию. Уже одна женщина полностью проведена реконструктивная операция. И три женщины ждут своей очереди, когда подойдут сроки. То есть мы будем формировать молочную железу уже по казанской методике с хорошим эстетическим эффектом. Большое количество пациентов Восточно-Казахстанской области после удаления опухоли нуждается в реконструктивной пластике. Раньше такие методы оперативного лечения в нашей области не применялись. Но благодаря повышению квалификации врачей стало возможно проведение нового вида операций. Сегодня мы начали заниматься направлением таким, как реконструктивно-пластическая хирургия. То есть это не только лечение, удаление опухолей, но и восстановление органов. То есть это уже элементы пластической хирургии. В частности, сегодня у нас успешно развиваются данные направления в мамологии, в урологии, в гинекологии. Внедрение новых видов операций по реконструктивной пластике в сфере урологии позволяет повысить качество жизни пациентов. Сейчас в нашем центре внедряются новые виды операций – реконструктивная пластика. То есть данный вид лечения мы внедряем, потому что наши пациенты, онкопациенты, которые перенесли радикальную простатоктомию, они имеют небольшие проблемы по качеству жизни. То есть основное из этих – это недержание мочи. То есть операцию, которую мы проводим, установка слинг-системы, нам дает возможность дать пациенту улучшить качество жизни и жить нормальной жизнью, не испытывая проблемы при недержании мочи. Эти операции стали для нас реальны. То есть мы начали сотрудничать с клиникой управделами президента города Астана. Есть отличный очень врач, наш, так сказать, учитель в этой сфере, Бахтяр Голумович. Он приезжал к нам и проводил два мастер-класса. На этих двух мастер-классах мы прооперировали четырех пациентов. То есть все эти пациенты после наших операций, они испытывают только облегчение в плане того, что операции прошли успешно. Сейчас их не беспокоит недержание мочи. Очень хороший положительный эффект есть. Благодаря повышению квалификации врачей в одной из ведущих клиник Великобритании в Восточно-Казахстанском многопрофильном центре онкологии-хирургии стали применять новый метод хирургического лечения печени, который раньше в нашем регионе не применялся. Это химоэмболизация печени. Химоэмболизация печени мы начали внедрять с 2017 года. Это после обучения в Великобритании, в Лондоне. После этого нам стало возможным внедрить такие методики лечения, которые по международным стандартам лечения доказали свою эффективность. Эта методика – это закрывается просвет сосуда, который питает образование печени, опухоли печени. Есть специальные гипосферы, называются они насыщаются химическим препаратом. Потом вводится именно в ту зону сосуда, который питает опухоль. И в течение 15-20 дней химпрепарат будет действовать на опухоль именно локально. Эта методика дает нам, не повреждает трудоспособность человека, он абсолютно может оказаться трудоспособным, дальше продолжать работать. И полное восстановление, реабилитация в течение 3-4 лет. Это отделение радиационной онкологии – одно из самых современных в Казахстане. В нем сосредоточено оборудование для выполнения новейших высокотехнологичных методов облучения с применением компьютерных систем для планирования и контроля лечения. В связи с установкой нового линейного ускорителя нашим пациентам стала доступна возможность получать современные высокотехнологичные методы лучевой терапии на данном аппарате. То есть наши пациенты раньше не могли получать, у них не было допуска к этим методам лечения, и мы вынуждены были их отправить в другие города, в другие районы, в регионы по республике. На данный момент уже с установкой данного линейного ускорителя пациенты, не выезжая за пределы города, обеспечены всем методом лечевого лечения. По программе, по договору установки линейного ускорителя, а также благодаря финансированию местного бюджета, благодаря финансированию республиканского бюджета, наши специалисты проходили обучение в зарубежных клиниках, таких как доктор в команде с лаборантом, с техником получается получевой терапии, проходил обучение в Израиле, в городе Бершева, именно по внедрению новых современных методов лучевой терапии на данном аппарате. Также проходили обучение в медицинской физике на базе Московского тренинг-центра в России, далее проходили обучение в таких городах и странах, как Нидерланды, Германия. Далее мы проводили обучение на рабочем месте. В прошлом году, в сентябре, проходило обучение с участием специалистов из Белоруссии на предмет внедрения такого метода лечения, как интенсивно модулированная лучевая терапия для опухолей различных локализаций. Максимально точно определить место расположения опухоли для ее облучения и минимизировать повреждения здоровых тканей пациента. При лучевом лечении онкологии теперь стало возможным благодаря внедрению нового оборудования. Например, сверхточная лазерная система дистанционного управления повышает эффективность укладки пациентов, а следовательно в дальнейшем обеспечит конкретное подведение доз во время лечения на линейном ускорителе. Такая технология позволяет минимизировать повреждения здоровых тканей. 32-срезный компьютерный томограф у нас применяется для предлучевой подготовки. Эта система нам позволяет корректировать любые отклонения от заданного положения пациента. Главное преимущество данного аппарата – это скорость сканирования, качество изображения и самое главное – точность укладки, точность позиционирования пациента. Это максимальное облучение очага, то есть опухолевых мишеней, с минимальным вредом на окружающие ткани и органы. Предлучевая подготовка – это первый этап в планировании лучевого лечения больного. На подготовительном этапе собирается информация о локализации, размере, конфигурации опухоли, а также об анатомических данных конкретного пациента. Большую работу в подготовке к лучевому лечению проводят сотрудники отдела медицинской физики. Наша отдела отвечает за физико-техническое сопровождение лучевой терапии, то есть предлучевая подготовка, топометрия, укладка пациента, фиксирующие устройства, то есть все технические характеристики лучевого лечения – это наша обязанность. В первую очередь мы отвечаем за дозиметрическое планирование, то есть разработка индивидуальных планов лечения, контроль качества лучевых аппаратов, именно дозиметрический контроль, верификация планов лечения, то есть перед лечением каждого пациента, где применяются сложные методы лучевого лечения, мы дозиметрический план проверяем на специальном фантоме. То есть можно лечить по данному плану или нет. Современное диагностическое оборудование позволяет выявить различные новообразования на самых ранних стадиях. У нас имеется магнитно-резонансный томограф, три Тесла. Мы проводим в нем все виды исследований, в том числе, кроме рутинных исследований, у нас проводится эморто-молочных желез, эморто-энтерография, эморто-перфузия, эморто-трактография, эморто-спектография. Это для выявления рака образования головного мозга. У нас в год проводится около 5000 исследований, мы работаем в три смены. У нас проходят пациенты по онкопрограмме, доучетные пациенты и пациенты по соисполнению. Данный аппарат позволяет выявить самые мелкие опухоли до одного сантиметра. Также данный аппарат можно использовать для исследований, для научных исследований. Восточно-Казахстанский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии оснащен самым современным оборудованием. И для успешной диагностики лечения пациентов с применением новых технологий врачам необходимо постоянно совершенствовать свои знания. У нас специалисты прошли обучение в Израиле, врачи, лаборанты в медицинском центре Шейбе. Мы там месяц, два месяца обучились и внедрили такие новые протоколы для выявления рака любых локализаций. Повышение квалификации врачей – это важный показатель успешной профессиональной деятельности. Специалист в рамках стремительного развития технического прогресса обязан постоянно обновлять свои знания, приобретать новые умения и быть в курсе инноваций в сфере медицины. Только тогда пациенты смогут рассчитывать на качественное обслуживание. Ежегодно врачи из Восточно-Казахстанской области проходят стажировки в лучших клиниках мира. Такой подход к повышению квалификации врачей позволяет внедрить в регионе новые методы диагностики лечения пациентов, которые раньше не применялись отечественными специалистами. Когда начала реализовываться программа повышения квалификации наших специалистов, это было еще в 2017 году, когда мультибригадным методом, то есть мультидисциплинарные бригады, то есть это бригады в составе специалистов нескольких профилей у нас выезжали за рубеж и обучались какой-то технологии. И, соответственно, вот этот бригадный метод позволил по возвращению наших специалистов внедрить эту методику. И в нашем центре непосредственно, начиная с 2017 года, внедрено уже 20 технологий, которые ранее у нас не применялись. Ну, к примеру, если сказать, конечно, внедрение технологий невозможно было и без параллельного оснащения оборудованием. И, в частности, например, сегодня, да, мы... Вот рак легких. Рак легких – это действительно онкологические заболевания, наиболее часто распространенные по всему миру и в нашей области. И сегодня мы можем применять диагностику в виде низкодозной компьютерной томографии. В 2018 году у нас был пилотный проект под руководством Института онкологии и радиологии в городе Алматы. И мы совместно с коллегами реализовали пилотный проект, в принципе, который сейчас вложится в основу внедрения нового скрининга. То есть это позволило наше новое современное оборудование. Также мы научились методике лечения рака легких, хирургический метод – это видеоассистированная торакоскопия. То есть, если вы сегодня знаете лапароскопические виды операций, которые применяются для органов, которые находятся в брюшной полости, то данная операция применяется с помощью использования видеоэндостоек, когда человеку без разреза буквально через одно отверстие удаляют часть органа и опухоли. В рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Восточно-Казахстане будут реализованы масштабные проекты. Внедрение новых технологий в медицинских учреждениях области позволит повысить уровень диагностики и качество лечения пациентов, а значит и спасти тысячи жизней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин